Всем привет, с вами Михаил, я тоже 16-я часть кампании в игре War on the Sea из Японии. Давайте продолжать, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Потому что, как вы помните прошлую серию, так, сравнение по номер 15, помните прошлую серию, там всё было прям, ну, очень на грани, Сюкаку, Дзюкаку понесли большие потери, как авиагруппы, так и всего остального, и, к сожалению, потеряли свою боеспособность, фактически. Давайте сейчас посмотрим, вот Сюкаку у нас, получается, собственно, ушёл сейчас на ремонт, вот, он остался Сюкаку, 9-я трепетоносца, 26,0. Но у него, тоже, видите, есть 13 повреждений, в том числе машинное отделение, и два каких-то ещё довольно значимых, видите, 2X General написано, то есть каких-то важных там узла задето, каких точно не скажу, может быть, какой-то ПВО, может быть, что-то ещё, но вот так. То есть наша быстроходная ударная группа сейчас вынуждена укрыться в Новой Георгии, потому что выходить один на один, как я хотел в прошлой серии, там, да, этот порыв русский, ну, здесь явно не получится. У нас, конечно, есть группа линейных кораблей, относительно целая рюья, конечно, потрёпанные, да, там тоже мало самолётов, но зато Ямато и Мусаши, которые, ну, Мусаши, Мусаси, да, где, как мы, Мусаси, скорее всего, более правильно, вот, без повреждений абсолютно, то есть с ними можно иметь дело, причём противник, как я понимаю, идёт как раз прямо на них. У нас сейчас утром, безусловно, будет воздушный налёт, скорее всего. Вы, кстати, правильно подсказали, что на Годово-канале можно уже строить аэродром, я, пожалуй, так и сделаю, за что, кстати, большое спасибо тоже. Вот, потому что я, честно сказать, не знал, что до захвата можно вот эту кнопку прожать, но да, можно, смотрите, отлично, то есть надо уже завозить припасы. Потому что аэродром мы возьмём сейчас, если вот эту группу мы нейтрализуем, и они не высадят сюда солдат, аэродром мы возьмём. А сейчас у нас здесь уже, видите, есть Данрю, Тарю, Ки-43, то есть, ну, хоть что-то, оно минимальное, но есть. Также вы писали, что, да, надо больше использовать базовую авиацию, каждые 5 утра она восстанавливается. Здесь то, что больше надо её использовать, я согласен, то, что каждые 5 утра она восстанавливается, я не согласен, потому что, как уже я в прошлых сериях показывал, не знаю, как в базовой игре, в моде она восстанавливается, там, грубо говоря, по одному самолёту в день. То есть, если, допустим, мы 3 потеряем, то 3 дня надо больше превосстановить эту группу. Вот, если потеряем 12, значит 12 дней. Так, давайте-ка, Ки-43, сейчас я сразу подниму воздух с годового канала и повешу их над группой линейных кораблей. Потому что у нас здесь у Рюи 16 взрывов всего, пускай будет хотя бы ещё, там, 3, Ки-43, ну, хоть что-то, да, хоть что-то. Так, дизема войсковых возвращается, дивизия снабжения возвращается, то есть подальше от этой авиагруппы. Что делать с баскоходной ударной? То есть, её можно отсюда, конечно, вывезти, да, каким-то таким вот проливчиком. А, смотрите, нет, там, здесь даже выйти не может. То есть, курсом только сюда. Ну, понятно. Так, ну, нужно что? Нужно провести разведку вначале. С новой Георгией, да? Что у нас здесь есть? Вот у нас Дон, Рюторио есть, Эмиля. Можно сделать линейщиками под прикрытием 6 Хаябус. Их, скорее всего, съест авиагруппа прикрытия авианосца. Ну, мы можем, конечно, поднять взрох в помощь, в принципе. И сделать какой-то такой пежагрант-авианалёт, попытаться. Как считаете? Я думаю, да. Да, надо пробовать бронебой на 800-килограммовые бомбы, Дон, Рю. Они там относительно бесполезные, но нам, как говорится, и не ради пользы, да, а ради мира на земле. Так, касательно авиагруппы. С Дзюйкаку я хочу поднять... Я хочу поднять... Я хочу поднять взрохи, но не все, а 20 штук. Ну, 6 штучек я оставлю, ну, так уже, на крайний случай. Потому что, ну, сами понимаете. Так, за Донрию идём, да. Так, снова Георгия. Ага, сейчас он сможет поднять. Так, и Дзюйкаку может поднимать. Отлично. Так, поднимаем здесь ещё ки-45 Торио тоже. Но я, наверное, не буду сейчас пока что. А, кстати, 6 Хаябус можно поднять тоже, да. Опять же, в битве с авиагруппой они нам вполне себе помогут. Так, а с Дзюйкаку сейчас тогда поднимем ещё что-то. Что у нас? Оставшиеся 9 кейтов, наверное. Так, да. Поднимаем тоже. И отправляем всё это богатство к авианосцу. Так, и 49 Донрию. Четверть часа здесь. Видите, уже испровождают американские истребители. Идёт какая-то встречная война, волна тропедоносцев и пикировщиков. То есть сейчас здесь будет весело. Так, быстроходные ударные. Дзюйкаку подними-ка. Ты, наверное, ещё 27 вэлов сейчас сразу уже. Да, тоже сюда, тоже сюда. А сама по себе быстроходно ударная. Дай к этой ловушке, Георгий, и выходи. И отходим на север, потому что я не знаю... Не знаю, сколько здесь мы сможем продержаться, да. Сколько мы сможем сделать что-то полезного. Можно, кажется, рыбаулы сейчас поднять. У нас здесь есть ломик в рукаве. 12 бетти с одной тропедой. И 12 кейтов. Бетти 2400 километров нам хватит здесь. Сколько у нас вообще здесь сюда вот этой группы-то? Из 900. То есть с запасом даже. Давайте. Так, надо сейчас собрать бы нам вот это вот всё. Давайте козырёхи у нас пойдут с... Не, у нас Ки-49, да. Кейта надо за Ки-49 тоже отправить. Плохо, что они не поддерживают скорость одинаково. Так, а Ки-49, давайте-ка мы сейчас, что сделаем, немножко введём север вот так. С этого трафика истребителей. Потому что, видите, да, их уже перехватили даже, получается. Ну, надеюсь, что взрывы наши справятся. Да, видите, здесь какая волна у нас. Поставлю на паузу. Всего. Волна всего. Так, это у нас Ки-49, да? Где у нас Ки-49? Ки-49, Ки-49, Ки-49. Ага, вот они. Давайте сейчас все их выделим. Сейчас нам их построение не сильно важно, потому что мы будем обороняться. Только и Ки-49 на взрыве поворачиваю. Так, и, алло. А, мап. Ага, Ки-43 сейчас встречают. Отлично. Отлично. То есть сейчас, возможно, мы перехватим вайлдкетов ещё на подходе и подойдём к авианосцу, как говорится, с чистой совестью и с целыми мордировщиками. Так, единственное, что я хотел бы ещё. Кейта, Кейта, Кейта. Давайте-ка я вас верну, ребятки, тоже немножко назад, потому что я не хочу, чтобы вы подставлялись бы. Да, видите, возле Кейтов есть. Возле Кейтов есть истребители противника. Так, их нужно перехватывать немедленно. Давайте атаку двум звеньям даже сейчас сразу поставлю. Так, Б-5Н. Вам тогда сейчас встать в правый разворот и крутить пока просто виражи. Всё, сейчас польётся большая кровь. Опять же, наших истребителей, истребителей противника и всех подряд. Плохо, что опять же, да, скорость 1х, поэтому нам придётся сейчас довольно долго смотреть на карту. Так, Кейты, кстати, у нас вроде более-менее вышли со всего этого. Даю вам курс на отход тогда. Вот видите, подходит ещё истребители противника, ещё и ещё. Сейчас мне, конечно, важно сохранить Кейтов, потому что 8 трепетоносцев – это, по сути, единственное, что может утопить сейчас вражеский авианосец там и всё, что у них есть полезного. С линкором там уж ладно, Ямато Мусаша там 1х1, как-то, я думаю, справится. Даже хорошо справится, скорее всего. Но вот авианосец надо убивать просто любой ценой сейчас. Так, вот взрывы тоже сбивают нас. 26 самолетов противника минимум здесь, судя по их порядковым номерам. Вот такая вот бойня сейчас происходит. Взбили Wildcat. Я верю в взрыв, потому что палубные взрывы довольно уже неплохо себя проявили. Конечно, здесь всего 20 штук, да, но как бы они есть, не могут за себя постоять. Кейт у нас, в принципе, вышли вроде бы за карту. И это хорошо. Так, Донари, давайте тоже за карту, пускай уходит у нас. Ну, Вэлла сами отходит. Всё. Ну, истребители пускай сражаются. Но то они и истребители здесь. Ну, сейчас хорошо, если мы перебьём Wildcat, хотя бы даже большую часть, то это лучше, чем крутиться над зенитками, конечно же, с ними. Ну, интересно, да, что бот начинает перехватывать. То есть он борется за свою группу. То есть если раньше встречал нас над кораблями, то сейчас нет. Сейчас уже на маршруте. Он к нам, мы к нему. То есть тут такая движуха, веселуха, что жесть. Ну, это интересно. Это интересно. Посмотрим, чем это закончится. Всё, конечно, для нас. Пока что, видите, бой напряжённый. Мало сбитых. Бой явно долгий будет. Всё это на скорость в 1х. Здесь, конечно, скорее всего, стоил вручную. Может, это полетать, позбивать. Но, повторюсь, после авиасимуляторов мне как-то, конечно, этим заниматься здесь в этой игре не очень интересно. То есть, да, после какого-нибудь там ДКС, Л2, тут это мучение, а не воздушный бой. Поэтому я лучше просто посмотрю, потому что это тоже довольно красиво. Так, за бундировщик у нас никто не пошёл. Довольно красиво. Такой клубок. Настоящее такое, да, вот это вот осиное гнездо. Рой. Почлиный рой. Не знаю, как угодно можно называть. Много десипититов красивых можно привести. Вот сейчас, видите, одну зуроку разменяли здесь на 7 вайлдкетов. То есть, мне кажется, шикарный результат. Как бы это всегда бы так. Ну, ещё даже продолжают разменивать там несчастную одну зуроку. Вайлдкетов, конечно, тяжело. Мне это интересно, если играть с компанией из американцев. У них вот истребители будут тоже настолько неочёмные. То есть, это будет тяжело, на самом деле. Мне кажется, вот американская компания будет всё-таки тяжелее, потому что у них нет нормальных тропед, тропедоносцев. У них очень много тропед, и дают осечек и прочего. У них только более-менее ничего, что они пикировщики. И то, как будут действовать бомбы, неизвестно. Потому что их повреждения вы сами видели. Даже по американским пикировщикам. То есть, да, они попадают в наши корабли, в мои. Да, они наносят урон, но они никого не утопили ещё с начала компании, насколько я помню. Поэтому, вот, тоже большой вопрос по их эффективности. И вот за американцев, я чувствую, там будет как раз больше артиллерийских боёв. Благо, что у американцев есть... Так, и 43-1 потеряли мы. Благо, что у американцев есть почти у каждого корабля там нормальный радар по поверхности. То есть, там, ну, больше располагает к этому, я думаю. Ну, так, об историчности этого можно поспорить. То есть, да, но тем не менее. Тем не менее, так. Ну, историчность имеет до того, что... Так, смотрите-ка, ага, ещё интереснее. Мы ещё СБД-3 нашли. Пикировщики, которые шли к нашим авианосцам. Сейчас, судя по всему, веселье продолжится уже и с ними. Это неожиданно. Неожиданно и приятно, блин. Так, сбили нам за рог, к сожалению. Но, не знаю, если получится это веселье устроить. Потому что сейчас, пока что, видите, нам с вилдкэтами хватает приключений здесь. Более чем. СБД пока что не атаковал. Надеюсь, что кто-то будет. Показались пикировщики посреди воздушного боя. Такого напряжённого. Это даже интересно, необычно. Что, смотрите, даже ещё и сами пытаются атаковать. Вот заразы какие, да? Здесь сейчас хватило бы нашим взрохом боекомплекта. Уже даже больше за это переживаю. Так, ну ладно, у нас же Ки-43, Кейт отходит. Надо Вэлла, конечно, отвезти бы, потому что они здесь какую-то тюрьму затеяли. Ну ладно. Ой, смотрите, ещё, ещё. Так, это что? Ещё и Avenger, смотрите, в этом бою. Офигеть. Здесь вся американская группа, короче, у нас. То есть просто всё. Вообще всё, что есть, а то оно всё здесь. К счастью, взрохи пока справляются. Я не знаю, сколько у них бы комплекта, судя по всему, да? Вот по половине осталось там примерно. Это, конечно, не очень есть хорошо, но тем не менее. Не тратить патроны. Возьми повыше ручку на себя. А-а-а! Да, вот тут такие здесь воздушные бои бывают. Ну да, бей. Твой товарищ, он пачку разбивает, а то ещё никак не можешь навестись. Явно какой-то новичок в кабине. Да-а-а-а, да, столько бах-бах и мимо, как говорится, да? Буду надеяться, что его ведомый всё-таки поопытнее. Или ведущий, кстати, может быть. Если перестроился. У нас пока что потеря, вот пять самолётов всего лишь. Ну, потеря противника, вы сами видите, там, да, по периодически появляющимся сообщениям. Пикировщики где-то вот показались, да, и куда-то у нас свалили за область видимости сейчас. Надо, конечно, будет их найти. Но пока что ещё, видите, гоним уилдкатов, которые преследуют кейтов внезапно сейчас почему-то стали. Либо просто пытаются в ту сторону отойти, я не знаю. Может быть, отвезти как раз противника, то есть нас от Avenger'ов, они хотят на север туда. Ну, тогда это логично, со стороны не поспоришь даже. Так, ну здесь за Рохи вроде же, да, взялись как-то за пикировщиков, за СБДхи. Благо, не живучесть, как видите, никакая. Что тоже меня смущает, да, когда я буду играть американскую компанию, как они будут до самолётов-то мне долетать вообще непонятно, но посмотрим. У бота как-то долетают, да, скажем так. Бот меня всё-таки исправно бомбит периодически. Вот X5, к сожалению, по-прежнему не даёт сделать игрок. В ЗРОХ очень мало патронов осталось. Первый бой, когда у меня сейчас истребители будут уже там с пустыми ящиками там, да, лентами, ящиками, не помню, что там было у ЗРОХи. Скорее всего, ленты, ящики-то, по-моему, больше у американцев там всяких. Так, ну СБДхи проведили, тоже это хорошо. Это безусловно хорошо, потому что меньше долетит до наших авианосцев, да. Тут как-то ЗРОХа не сильно спешит преследовать противника, почему-то давайте-ка и скорости подкинем. Вся мой комплект, у него там одним местом ешь, извиняюсь. Фух, да, конечно, напряжённо, напряжённо. Американец так, змейку такую делают, лёгкую, пытаясь сбить, наверное, прицелах. Но американец нет, ничего у тебя не получится. Всё, вручную немножко пострелял, сейчас добил его. Так, а что у нас тут? Тут тоже, наверное, вручную немножко пострелять. Потому что бота, чувствую, сейчас проскочит на этих виражах и просто промажет. Раньше такого поведения за ботами я не замечал, да, чтобы он вот так вот... Всё, у нас кончились патроны, смотрите. У нас кончились патроны, а этот ЗРОХа идёт за кейтами. Так, КИ-43, добей. Добей. Тоже, видите, ЗРОХа почти без патронов идёт. Дымящий Wildcat, но ЗРОХ без патронов. А здесь... Ну, здесь у них ещё немножко есть чего-то даже. Даже сбивают, да, отлично. Так, здесь ЗРОХа пустая тоже. Хорошего, пустых, конечно, отводить, потому что... Ну, толку с них. Нужно отводить сейчас всех ЗРОХ на перезарядку, значит, не атаковать противника. То есть, опять же, как... А если надо, а группа противника будет, собственно, противнее истребителей противника, да, тогда мы понесём большие потери опытных ЗРОХа, тоже не хотелось бы. Тут, ребята, что они, по-моему, разгоняетесь за ним. Уже должны его догонять да убивать уже. Там куда-то затащил всю группу наших устребителей, непонятно зачем. КИ-43 тоже, подкинь скорость это, но... Да, ещё какую-то ЗРОХу даже сбили от СБДхи, скорее всего, здесь. Так, отлично, вот эта группа закончилась с противником. Куда она идёт? За 32-м. Лучше бы, конечно, за СБД сейчас вышли. Так, давай-ка вот я тебе дам курс на выход, потому что без патронов тебе толку никакого. Да, да, ну хорошо, что сейчас 6 ЗРОХ оставил. Сейчас они мне пригодятся даже очень. Ладно, думаю, давайте я покину этот бой, потому что здесь уже, в принципе, основную группу разобрали, а сейчас эти ЗРОХи будут очень долго отойти. Ну, вот 7 на 47 разменялись. То есть я считаю, это, конечно, было сейчас сферически, хотя хотелось бы ещё лучше. Так, давайте на скорость Х-300. Так, анкаунтер Георгия, ну понятно. Так, быстроходный ударный, смейте, мне выходит, но да, да, нужно прикрытие, нужно прям срочно прикрытие. Так, что у нас, кстати, с Бетти? Бетти только вышли. Так, ЗРОХи, ЗРОХи, пустые, имеют дальность 1500, нормально. Поднимаем все их и идём, чтобы, ну, чтобы не шли прикрытие за Бетти, с Буки, с Буки, с Буки, с Буки. Так, анкаунтер Кейта, Кейтов перехватили. Ну, здесь у нас как раз Ки-43 есть, думаю, что должно нам хватить. Давайте посмотрим, да, и ЗРОХи у нас здесь недалеко. Так, Кейта, Кейта, Кейта. Выделяю всех Кейтов, опять же, в Клин. И ехайте к ЗРОХам. На максимальной скорости. Так, да, Детти Ки-43 сейчас, я думаю, сдержат остатки этих вот Уилдкетов, или что, ну, Уилдкеты, да, у них. Ну, и плюс ЗРОХи сейчас подойдут всё-таки тоже. Мощные, мощные воздушные бои. Сейчас по напряжению, мне кажется, даже никому Мидуэю не снилось то, что у нас происходит вот здесь сейчас. Плохо, что, видите, да, вот сейчас Ки-43 без патронов подходит. То есть они закрутить-то противника могут, но как-то его сбить могут не только лишь все, да. Это печально. Ну, ладно, ладно, сейчас ЗРОХ подойдут, я думаю, что сделают всё грязную работу. Потому что у них у многих ещё бы комплект есть. И пока что, да, вот Укадинский, если противник, вот интересно, реально всего один сейчас остался, и больше никого. Или кто-то сейчас ещё покажется, может быть, нам. Главное, чтобы не за Кейтами. Главное сейчас сохранить их, потому что на всякие такие 49-и не особо, надеюсь. А вот Кейты, да, Кейты могут, и Кейты должны. Да, вот, 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 чёрт, чёрт, вот противник. Так, есть у нас Кейт ЗРОХ вот с БКомплектом поблизости. Так, Кейты, 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 стоп. Пауза, пауза, пауза. Кейты Б-5М. Давайте-ка вы сейчас все резко встраните в правый вираж. Как вам идея? Потому что противник тут под вами, что-то пытается сделать. У нас есть время, пока подойдут ЗРОХи. Надо вам просто продержаться без потерь. Сейчас он будет за вами заходить, а мы сейчас, знаете, что сделаем? А мы сейчас пойдём вниз. А, как вам? А теперь пойдём вверх. Немножко так пропустим его под собой. Время, выигрываем время для ЗРОХ. Сейчас пара ЗРОХ подходит уже. Третий истребитель противника. Так, а теперь снова вниз. Смотрите, проскакивает. Так, хоп. А теперь снова вверх. Такой вот змеечкой. Так, ЗРОХ-ЗРОХ подходит. Но как-то, конечно, вяленько не подходит. Могли бы и побыстрее там раскочегарить свои моторы. Так, не вижу. Ага, вижу, вот он. А теперь снова вниз. Давай в Алдкэти поиграем. А теперь снова вверх резко. Интересно, после таких боёв, после таких манёвров у них топлива-то вообще хватит, там дойти хоть куда-то. А теперь снова вниз. Где-то 100 метров за каждый такой виражик мы теряем. Так, ну благо сейчас ЗРОХ я должен уже встать за ним. Да, вот они встают за ним. Так, окей-то давайте-ка ещё разок вниз. Так, ЗРОХ я, ну блин, где ваша знаменитая манёвренность? Ну вот сейчас должен уже сесть ему на шестёрку, и надеюсь, что патронов хватит, там всё будет хорошо. Да, но стрелять он не стал, зараза. Блин, ну сейчас ЗРОХ я собью, то я этих ЗРОХ сам расстреляю. Вот серьёзно. Да, ну ЗРОХ я повредил. Не сбили, но повредили. ЗРОХ я, к сожалению, всё ещё ничего не могу. Так, ну-ка ЗРОХ я резко вправо. Резко скидываем скорость. Вот так вот пропускаем его. Всё, давай теперь просто постанем по маршруту. Я думаю, что сейчас ЗРОХ я должен зайти за ним уже. Да, отлично, сбили его. Хух. Вот это прекрасно. Я тоже что-то начал опасаться за всё это дело. Так, есть у нас здесь кто-то ещё? Давайте добьём. Да, есть у нас ещё один самолёт противника. Был. Ага, отлично. А, ещё один, смотрите, прорисовался у нас. Ещё один. Ещё два. То есть есть у нас... Ребята, экономите бы и комплект. Ну серьёзно, ну... Явно мимо куда-то поливаете. Ну, сожги. Да, сжёг. Потратил зря кучу-кучу патронов. Ах, да, ребята, с такими успехами. До ионосца дорога его ждёт интересная. Отлично, поджёг. Так, что у нас есть ещё кто-то? Да, есть ещё самолёт за номером 6 у противника. Ну, у него, как раз, садятся ЗРОХи с патронами. Я думаю, что сейчас его прикончат довольно быстро. Фух. Да, напряжённый-напряжённый бой, надо признать. Даже здесь вроде самолётов мало. Вот эта вот интрига с перехватом кейтов, не перехватом. Да, вот это вот вручную приходится как-то их там спасать. Это, конечно, сидишь как на иголках, на самом деле. Потому что понимаешь, что сейчас вот если... Если атака не удастся, и я реально с противника сейчас не выбью, то он может делать всё, что угодно. Потому что, ну, линкоры, понятно, это хорошо. Да, у нас они помогут, но... У них ещё тропиноносы где-то есть. Так, 0 на 6. Отлично. Так, быстроходный ударный. Ну что, зуикаку надо поднимать 6 оставшихся зрох. Вне всяких сомнений. Так, и над быстроходной ударной группой. Что мы ещё можем поднять с Георгией и Ториум? Ториум у нас, если не ошибаюсь, что-то по типу лёгких истребителей. Их можно даже поднять без вооружения, попытаться и тоже к быстроходной ударной. Ну, как минимум, отлику дадут больше за зрохом шансов. Ну, как-то так только. Так, мне не нравится сейчас, что за рохи у нас прикрывают Донрю, а не Кейтов. Давайте-ка на Кейты я их поставлю. В принципе, КИ-49 тоже с Кейтами, пускай, идут. То есть, опять же, всё вокруг Кейтов. Вэлла тоже вокруг Кейтов. Только вот отдельно там. Так, ну вот Кейты, собственно, идут у нас на авиагруппу. Здесь, видите, уже более-менее перебили вот эту вот зону сечения такую создали. Но сейчас, конечно, всё идёт на авианосец. То есть, как вы видите, здесь просто всё идёт на авианосец. Да, сейчас польётся, опять же, большая кровь. Можно, конечно, группу линейных поднять, но я не хочу пока трогать Рюги. Почему? Потому что, если что-то пойдёт не так, хотя бы у него останутся самолёты. А что-то, по-любому, пойдёт не так, поэтому... Да. Так, с Гладового канала можно, конечно, тоже Кей-49 поднять ещё. Давайте, наверное, тоже три штуки. Ну, ни о чём, но, блин. Извините, всё, что у меня есть. Да, быстроходно-ударные будут сейчас перехватывать оставшиеся СБД-хи, а их там довольно много должно быть. И Avenger, которых тоже довольно много должно быть. К моему сожалению. Плюс ещё, видите, здесь такая узкость. Надо её как-то пройти. Не самый удобный маршрут для нас. Ну, а что нам остаётся? Главное, что сейчас корабли бы только здесь не повтыкались бы куда-то в море. О, в море, в сушу. Ну, вы поняли, да, о чём я? Да, смотрите, они как назло прямо над нами тут всё. Так, Тори, Тори, Тори идут. Тори вряд ли успеют. Ну, у них, кстати, тут почти по 300 узлов скорость, довольно быстро, кстати. Да, опасная очень ситуация сейчас, конечно. Радует, что я немножко проредил, конечно, группу СБД-х, но, вот видите, не до конца. Ещё раз, два, три, четыре, пять, шесть звеньев есть. Это много, это очень много. Но у меня вариантов тут никаких сейчас. Поймали чётенько на выходе. Красивое место, безусловно, но... Да. Сминцы лупят, истребители пытаются что-то застреблять здесь. Плохо, что они прямо над кораблями, конечно, так вот заспаунили сейчас, потому что виражей я их не собью, а после виража они будут сейчас пикировать. Видите, пока вот ни одного сбитого нету. Вот, за роду, да, 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 за роду есть один сбитый, отлично. Вот эти вот явно сейчас, наверное, попадут уже на курс. Так, давайте-ка, слушайте, я хотя бы одного Тори на Авенжера пущу, потому что тропеды мне не нравятся вот эти. Так, и вот эту, может быть, а, ну эти и так уже, в принципе, выбрали себе целью. Так, вот эту вот Тори я сейчас пущу на дальнюю группу пикировщиков. Да, смотрите, пустили, а под Зуйкаку, под Зуйкаку тропеда. Зуйкаку резко вправо. Резко вправо увеличить ход, да, на пару узлов. Проскочить шансов никаких, но, блин, откуда у них тропеда? Здесь Авенжер был, значит, я его пропустил. Вот я лох. Зуйкаку с таким максимальным креном прям выходит. На тропеду он получится сейчас. Здесь вне всяких сомнений. Может быть, я надеюсь, она не сработает или что-то еще, если сейчас винтами получится оттолкнуться, сбить с курса. Но пока что она где-то вот здесь сейчас в воде идет, 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 идет. Смотрите, пройдет, пройдет, пройдет мимо. Фух, Зуйкаку, будем жить. Так, Танзуюки получил у нас. Избивают они немножко наших эсминцев, но это ладно. Эсминцы у нас потерпят. Эсминцы терпеливые парни у нас нынче. Так, Тонна, Тонна идет, торпеда тоже резко вправо, 35 узлов. Блин, прям из-под берега кидают, а? Ага, вижу, вот. Ну, от Тонна, к сожалению, мы не уйдем сейчас. Точнее, Тонна не уйдет, торпеда. Плохо. Наш крейсер-разведчик с гидросамолетом и кучей. Хотя, слушайте, может, что идет, смотрите, может, что и проскочит. Ну, может, даже да, может, даже да. Сейчас по борту, по-дей, по-левому должна пройти. Ай, Конго получил. Ну, тут Конго уж сорян. Блин, нет, сейчас винты можем получить, торопеденно. А, Джекаку получил. Так, Тонна, конечно, отманеврировалась. Теперь главное, чтобы не столкнулся бы еще с Конго. Пускай пока прямо идет, чуть-чуть, наверное, левее на пару румбов. Вот так. Нет, надо прямо, чтобы он шел. Так, 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 так. Что у нас по волнам? Идут еще, идут еще. Стоп, пауза. Торио, Торио, иди на встречу торпедоносцы, иди на встречу рейнджеры, потому что майонерная система еще парочку таких заходов не переживет. Зеро и Торио по одной, давайте вот по этим звеньям добейте их хотя бы, уже будет неплохо. Жесть, конечно. Да, как поймали-то в таком месте, что как... Назло не придумаешь. Ну ладно, прошли. В принципе, нормально, сейчас надо оценить повреждения, конечно, Конго. Ну, незначительные. Реально легко отделались, трубу немножко повредили, и пара отсеков, это терпимо. Хуже, конечно, у Дзюкаку, у него затопление, причем неоткачиваемое, да, здесь поврежден полностью борт, упала скорость, и он явно уйдет у нас в ремонт. Плюс самолетоподъемник, да, поврежден, но, к счастью, не уничтожен. Самолету поднимать и принимать он может, наше счастье. Так, ну, Конго здесь потушится, я не сомневаюсь, тут вряд ли какие-то будут у нас сюрпризы. Так, по Атензиюке, да, у нас еще попадали. По Трюзуке, точнее. Так, ну, он тоже легко отделался, здесь все хорошо. Смотрите, блин, сразу Авенджер заходит. Торю, надо успевать, надо успевать Торю. Ну вот, видите, что он делает? Я говорю, надо успевать, а он пролетает над ним. Так, под Дзюкаку здесь явно. Дзюкаку, то резко вправо начинает сразу же. Да, пусть торпеда Авенджер сделал. Авенджер. Его, конечно, сбили. Но, на Дзюкаку тропеду-то можно сейчас выхватить. Хотя нет, в принципе, нет, уклонимся здесь, здесь хорошо, уклонимся. Капитан Дзюкаку вовремя заметил одиночный тропедной с американцев и сделал все правильно. Проходим, проходим. На всякий случай еще правее возьму. Да, ну на ремонт авианосец, конечно, уйдет сейчас недельки на две, это точно, как минимум. То есть у нас из двух нормальных авианосцев, полноценных, не останется ни одного. О, печаль, тоска. Но узкость мы прошли. Узкость прошли, атаку, в принципе, отбили. Сбивают кого-то Зурохи еще периодически. Так, слушайте, Дзюкаку точно проходит, как-то ныряется тропеда, давайте-ка еще правее возьму. Конечно, берег рядом, но... Так, и давайте-ка стоп-хот. Все, тропеда... Блин, тропеда сразу еще идет. Что-то такое далекое-то, а? До этого как-то поменьше, вроде. Просто загоняет нас уже на какую-то милину. Ну, останавливаем Зюкаку, пускай постоит. Тут, видите, он такой же левый борт пробитый. Наши журавли, конечно, так достойно ведутся в этой компании, безусловно. Много наносит урон, постоянно такая рабочая лошадка. Да, на ремонт их отправлять придется. Ну, вот хорошо, что из Зуроха было, да, хоть что-то, но они сбили. Они ослабили, безусловно, мощь атаки, и это хорошо. Ну, и плюс сейчас еще вернется поменьше всякого тут. Сильно поменьше, я думаю, что... Давай, отлично, красавчик, и второго. Пускай американские летчики знают, что кто к нам сюда придет, тот уже от нас никуда не уйдет. Так, ну, Торю, кстати, ошибся, у него, судя по всему... А, нет, слушайте, есть, есть, есть у него курсовое. Есть у него курсовое. Стран-то, да, что он по ленджеру не стрелял, но снизить, скорее всего, не успел, поэтому так. Х5, Х5 нам пока еще не дает, но сейчас Торю, да, пускай доработает, тогда, я думаю, дать еще две СБДхи и посмотрим там уже. Мне просто интересно посмотреть на эффективность этого самолетика, такой, да, какой-то японский внебрачный клон, там, БФ-110, что-то такое у них свое. Хотя у 110, конечно, другая форма киля, но, тем не менее, там, не только это. Ну, просто интересно, да, что японские двухмоторные истребители как-то вот... Все слышали про Зеру, да, все слышали, может быть, про какие-то вот Хаябусы, там, да, вот эти вот Ки-43. Там, Кейт и Вэлла, понятно, то есть, да, даже какие-то там ОКО, да, там, вот этот вот самолет-снаряд, как бы, да, управляемый тоже слышали, там, не знаю, вот этот бочонок J6, что-то там М7 или как-то так было, тоже слышали. Да, вот двухмоторные и японские истребители, я лично про них знаю, да почти ничего не знаю. То есть, вот, интересно на них посмотреть было бы, но, к сожалению, похоже, мы не посмотрим, потому что сейчас Зероха, там, сделают все дело за нее, да. Черт. Зероха, камон, я хотел посмотреть на двухмоторник. Хотя, вот, конечно, сейчас здесь еще посмотрим, тут, видите, Торю довольно неплохо догоняет тоже. Американские, американское звено пикировщиков. Другое дело, сейчас они покинут зону, и, скорее всего, не успеем их никуда догнать. Покинут они бой, я думаю, что... Ну да. Ладно, покидаем тогда бой и мы. Два самолета на 21 разменяли, неплохо, но получили повреждения кораблями. Ну что, сейчас настало время Империи наносить ответный удар. Не всяких сомнений. Так, выбираем Кейтов, давайте-ка пока их сюда подведем. 0-1 часа, плюс у нас еще идут бетти, но они, конечно, идут еще долго, да. Им тут еще идти, идти. Им еще идти, если быть точным, два с половиной часа. Да, это... Это дико много. Кстати, давайте-ка к этим бетти, сейчас еще мы и Кейтов тропедами поднимем. Потому что... Потому что почему бы и нет. Вот почему. Хочется выбить полностью эту группу, чтобы тут уже... Нафиг. Так, рыбаул готова, понятно. Давайте-ка сейчас Кейт, пускай, подождут все вот это дело. Потому что здесь он Жейки, кипно-свечего уходит. Я не хотел бы сейчас... Так, ну вот, взрывки у нас... Ну, давайте пока на игнор. Хотя... Ну да, вот, пока на игнор. Подойдем поближе сейчас. И вот где-то сейчас переходим уже, наверное, на тактику. Фух. Там собрались, собрались, разобрались. Да, вот у нас американское соединение по курсу. Отлично, мы на него вышли. Как раз нужна нам дистанция. Правда, скромы, что плохо, придется обгонять долго. Да, вам... Давайте посмотрим, что против нас здесь воюет. Интересно же. Линкорах, линкор, линкорах. Линкор, нью, 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 могу ошибиться. Давайте проверим сейчас. Что-то я сейчас туплю. Каролина, нет. Да, 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 Каролина, Каролина. Каролина, кстати, ну не Дакота, нет, не Дакота. Это Каролина. Я сейчас подумал, ну нет, ну не Мех, нет, конечно, да, это Каролина. Каролина, ну что ж, это серьезный противник, вне всяких сомнений. Так, это понятно. Далее у нас следует авианосец. Ух ты, какой красавец. Восп, что ли? Так, давайте-ка, CV, CV. А, Юрктаун, Юрктаун, прошу прощения, какой Восп? Это Юрктаун. Как же я мог его не узнать? Так, ну и далее, да, нашу знакомую тяжелую крейсера. Так, мы тоже так будем опознавать, да. Это у нас Новый Ролиан, если не ошибаюсь. Да, это он. Тут вечно живучая зараза, которую не могу утопить, что сколько серий. Здесь у нас что? Здесь у нас Фарагут. Тоже опознаю, на всякий случай, чтобы потом представлять. Здесь у нас, так, что-то вот из этой серии Гридли, нет, Брэнгли, нет. Так, если не Бэгли, то да, это у нас Глифс, по-моему. Нет, 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 тогда одна труба. Здесь просто по орудиям они разные. Симс, вот это Симс у нас. Так, это у нас что? Здесь двух. Вот я вечно, да, вот пока еще Симс, не все я наизусть выучил, честно скажу. Но стараюсь, стараюсь. Так, Соммерс. Так, здесь у нас Бруклин. Здесь очень легко опознать характерное расположение башен. И еще один Бруклин. Так, и английский крейсер. Это у нас, так, нет, это не Перд. Это у нас колонии, как раз, да. Ну, как-то вот такое вот соединение. Так, еще у нас один неопознанный. Это уже у нас Атланта, по-моему. Так, Атланта, давайте смотрим. Да. О, Атланта, Атланта, Кливленд, Кливленд, Кливленд. Прошу прощения, конечно же, Кливленд. Так, ну давайте теперь оценим дела наши скорбные. Зрёхи, понятное дело, сейчас будут сбивать двеночный разведчик, собьют его быстро. Зрёх патронов мало, не у всех они есть. Ки-49. Можно попытаться топ-матч там, конечно. С другой стороны, сейчас точно заходят с кормы. Я думаю, пускай они с кормы заходят по тому же самому Вирктауну. Если они по нему пробьют, будет неплохо. Бронебойками. Либо, кстати, по каролине бронебойками, дождать, наверное, по каролине лучше. Давайте, наверное, даже по каролине. Донори у нас будут атаковать кислые. Ну, всё-таки бронебойная 800-килограммовая бомба, это, мне кажется, по линкору это уже доктор прописал. Трезвина я рассчитываю максимум на два попадания, это мало. Ну, может быть, с объёмом уход, может быть, сможем как-то, да, его всё-таки повредить. Кейтов у нас всего три звена. Кейтов у нас катастрофически мало, поэтому они будут однозначно все по Вирктауну. Ну, вот я думаю, лучше страны Кливленда-Брюклинда или страны колонии и Бруклина. По ПВО и одно и другое, конечно, это жесть. Давайте я пока что все на правый фланг их переведу. Здесь делить я ничего не буду, нет никакого смысла абсолютно. Так, ну и, конечно же, на нули их снижаем. Плюс у нас много Вэлов. У нас много Вэлов, они будут все по Йорктауну. Здесь вне всяких сомнений. Я понимаю, что Кировщики говно у японцев, но, опять же, Йорктаун наше всё. Может быть, опять вы скажете, что я зря делю. Может быть, стоил и Ки-49 тоже по Йорктауну. Но тут уж извините, я свою жадность переселить никак не могу. Сейчас просто вся-вся-вся-вся вот эта ватага на Йорктаун. И только на него. Он, конечно, остался почти без авиагруппы, я понимаю, да. Да, это хорошо, но... Но вы поняли меня. Всё, поехали. Но, кстати, вот это соединение, что мне нравится, даже если мы сейчас Каролину даже по ней вообще не попадём, то против Ямато Мусаши они могут выстоять и могут нормально послабляться. Это то, что нам надо. Кстати, мы можем побороться на плодном бою. Опять же, да, потеря будет, ремонт, но... Но, но... Я надеюсь, что в Йорктауне у нас какие-то последние соединения сейчас на данный момент. И дальше мы сможем немножко подвыдохнуть всё-таки. Сейчас, конечно, Ки-49, я думаю, подтащит очень сильно и очень больно. Всё-таки сильный ордер ПВО у американцев. Ну, сейчас потери будут большие, опять же, Вэлов, я думаю, половину как минимум не досчитаюсь, половину Кейтов, Донрио, ну, не знаю, Донрио мне не так важны. Они всё-таки базовые, да, они восполняемые. Ну, с Рохом и Павианосцем я проходиться не буду, это уже... Это уже какая-то ерунда. Не пойму, мне кажется, вправо противник начал заворачивать, да? Или кажется так? Да, вправо. Соединение пошло вправо. Ну что ж, не могу сказать, что меня это радует. Сейчас Кейт, наверное, просто дождусь атаку сначала Вэлов, а уже потом опущу Кейт, наверное, вот так сделаем. Так, минус два у нас Ки-49, минус три уже. Ну, я говорю, потери тут даже досбросы у них зверские. Они вообще дойдут хоть? Ну да, два самолета только смогла скинуть свои бомбы. Ну и то, если я правильно понимаю, вряд ли куда-то попадут сейчас. Такая циркуляция. Смотрите, Донри падает прямо в линкор. Давай. Ай, чуть-чуть мимо. Так, ну а бомба твоя где? Неужели это уже все зря? Ну, похоже, да, где-то она... Так, нет, от самолета упал. Так, ладно, Вэллы пошли в атаку. Кейты. Кейты, кейты, кейты. Выходите как-нибудь вот так пока что. Ну, эффективность ПВО увидели сами. То есть, да, Каролина. Сейчас, я думаю, что Вэлов последует та же самая участь. Да, опять же, вы скажете, что я не скрознировал атаку. То есть, что следовало... Следовало, 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 соответственно, сделать что? Кейс-49 синхронизирует с Вэллами. И вы будете правы, но... Извиняйте, так есть. Сейчас, надеюсь, Вэлл реально потеряет свою способность двигаться, скажем так, в многом. И дальше уже Вэлла... А точнее, Кейт его прикончит торпедами. Ну, а дальше уже дело будет за нашим соединением линкоров. Только так. Напряженно. Пошло ПВО. Давайте, Вэлл, я в вас верю. Пошли в пикирование. Минус Вэлл уже. Надеюсь, что хоть что-то Дэмус-то сможет долететь, скинуться, а то это будет обидно. Ну да, вот из одного звена, да, вот уже два самолета сбили. Сбрасывай, 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 тебя сейчас собьют, глупый. Пошли, бомбы. Есть попадание на стройку, пожары есть, отлично. Еще попадание, отлично. Еще. Не сработали уже две бомбы, да? Обидно. Ну, какие-то и срабатывают тоже. Еще, еще попадание, отлично. Все в центр, смотрите, все в центр уложат. Ох ты. Воткнулся, воткнулся прямо в палубу. Ну, что сказать, красиво, да, но... Настала очередь с улицей дискейтов. Ирктаун, смогли ли мы как-то замедлить, да, смогли, видите, у него крен сейчас на правый борт. Явно потеряет часть скорости своей, ну и безусловно маневренности. Я надеюсь, что все-таки добить его тропедоносцами. Так, давай-ка, первая зима кейтов по Ирктауну атака. Вторая по Ирктауну атака. Третья, давай-ка немножко окрутанем сейчас и чуть-чуть вслед тропеды пустим, как бы. Плохо сейчас, конечно, что эсминцы пошли на кейты. То есть, безусловно, они сейчас немножко подсобьют нам всю малину. Так, давайте пока что тоже по Ирктауну. Хотя, конечно, может быть, тут у звеньев хватит. Это моя жадность, сейчас меня жадность, сейчас меня подведет, смотрите. Я просто уже не хочу атаковать Ирктаун третьим звеном, хотя зря, потому что сейчас, так минимум, я думаю, что четыре самолета могут быть сбиты. Три, скорее всего, мы точно потеряем через проход из Асомерс и мимо Каролина. Ну, посмотрим. Не заход довольно дальний, скорость сейчас специально поставил 152, всего не сильно большую. То есть, в надежде на что? На то, что поближе, поточнее, скинут. Хотя, давайте вот эту пару скорость повыше поставлю сейчас уже. Да, видите, вот эта пара сейчас издали скинула, хотя эта тройка тоже скинула прямо на такой же дистанции, поэтому тут... Всё, отворачиваем остатки кейтов. Пускай уходят. А Ирктаун, смотрите, да, видите, он уклоняется, он уклоняется. Так, Фарагу торпеду получил, Ирктаун тропеду у нас идут. Я думаю, сейчас дать тройку такие тропеды ставить на Ирктаун. Хотя, слушайте, три тропедочки можно получить, и ему трёшку-то может охватить уже, кстати. Раз, два, отлично. Ну, третья. Третья минус, но, 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 так, Ирктаун тонет, Фарагу тонет. Отлично, слушайте, отлично, отлично, отлично. У нас есть тройка тропедоносцев ещё, которые мы можем пустить на что-то ещё. Давайте-ка Каролину повредим. Как вам идея? Кейт такой, конечно, с такого захода, да, у нас... Да, минус Кейт, пока я хотел проведить Каролину, ага. Слушайте, ладно, давайте в топку утопим Сомерс. Хотя, нет, 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 в топку, Каролина. Всё, давайте, хоть так пустите, хоть поднос ей, потому что у вас шансов тут так не сильно много, как я вижу. Скорость поставлю побольше. Но, как всегда, вот более медленные тропедоносцы, получается, попали точнее, чем быстрее. Всё, вот и парочки шансов почти нет, всё-таки дали тропеды, уходим. Сейчас же отворот. Минус Кейт. Ну, в Каролину, скорее всего, сейчас будет промах, я думаю, что... Да, здесь явно промах. Может быть, попадут куда-то в Ролиан или что-то ещё такое. Ну, слушайте, то, что топили Юрктаун, это хорошо. Ну, ещё бонус Массминец. Нет, в Ролиан мы не попадём, к сожалению. Тропеды наши утонули. Давайте посмотрим на тонущий Юрктаун, где он у нас тут. Ага, вот он погружается, смотрите, у нас пучину морскую сейчас. Отпускается почти вертикально. Кормой вниз он уходит, и, мне кажется, он воткнулся в дно. Нет? Нет. А может быть, кстати, да, не знаю. Ладно. Ладно. Ну, в принципе, задачу... Задачу минимум выполнили, да? Покидаем бой. Потеряем 32 самолёта. Половину из того, что сюда пришло. Противник потерял один самолёт, но два корабля, среди которых Юрктаун авианосится. Это, конечно же, немаловажно. Так, что у нас тогда? Группа линейных. Ну, перехват, да. С Глотал канала у нас Тори можно ещё поднять. Нет, не можно. А, так, стоп, Тори у нас уже в воздухе, да? Нет. Нет, нет, Тори у нас уже в воздухе. Давайте Тори, да, с двумя тогда и за ОКИ 49. Так. Ну и всё, идём. Идём и ждём. Вот у нас корабли противника. Так, нашим взрохом возвращение на базу. Кейтом на базу. Велом остатком на базу. Надо сказать, смотрите, идущий тропиноносок там сюда. Такие они массовики-затейники у нас. Да. Вот так вот, да, серия длиной в один бой, можно сказать, фактически сейчас вышла. Даже не то что там, а что-то ещё, просто в один бой. Так, быстроходно-ударно атакуют. Ну что ж, давайте будем сражаться, какие у нас варианты. Здесь у нас КИ-45. Так, Конго, давай-ка направо. А то не прошли этот пролив, только, да, здесь нас атаковали. И сейчас мы идём дальше. Да, это у нас тропиноносцы противника, но это хорошо. С тропиноносцами нам как-то попроще, чем с пикировщиками, с американскими. Которые, кстати, стали уже на курс. Смотрите, наши взрохи сейчас будут их в лоб перехватывать. Прям натурально в лоб, в лоб. Тройка на тройку идут. Такой рыцарский бой у нас. Так, ну вот это интересно. Я хочу посмотреть всё-таки на КИ-43 Торио. Как они будут в лоб перехватывать. Потому что взрохи-то я не снялась, сейчас они там позбивают, скорее всего, оппонента. А вот КИ-45, ну... Ну, в принципе, сбили, да, да, тоже сработали неплохо. Хотя взрохи там, по-моему, всех перебили, да, всех перебили. КИ-45, конечно, как-то более расхлябанно сработали, но тем не менее. И, слушайте, изворачивают они неплохо. Ладно, я их недооценил. Эти пары не могут сражаться, я согласен. Плюс стрелок у них ещё есть. Да, вот, видите, сбивают неплохо, неплохо. Я думаю, сейчас из-за колод никто не дойдёт до кораблей противникам. О, до наших кораблей. Это уже это. Вот немножко самолётов, да, у нас было в прикрытии, но они сработали. Они могут, они прикрывают наше соединение, безусловно. Единственное, как бы сейчас троечка, по-другому, издали не кинуло. Надеюсь, что не успеет. Ну, последний остался, добейте вы его-то, но... Да, добили, отлично, не успел он скинуться, всё. Можно поставить Х5 и слабить булки. 12 самолётов они потеряли в обмен на ничего. Так, и у нас идут Ки-49, ещё три штуки. Ну, конечно, не знаю, что они там сделают с таким ПВО, это бессмысленно, но... Так, дивизия под лодок у нас пытается идти, но, конечно, никуда не успеет. Давайте вот так вот её пустим. У нас 76 очков есть, в принципе, есть чем восполнить. Потери тоже, но, к сожалению, играют Сюкаку-Дзюкаку, нам главное их не терять. Так, Ки-43, давайте сейчас на тактику. Я, знаете, что хочу сделать? Я хочу топ-мачт. Сейчас мы сделаем что-то, да? Ну, пускай она корабли обнаружится, у нас всё, корабли есть. Так, вот, Ки-45, вы у нас идите вот сюда, просто пока идите. Ки-49, звено. Наша троечка. Я сейчас приму командование вами лично. Вам не лично, давайте скорость максимальную, уходим влево-вниз. Так, бомболюки у нас закрыты, открываем бомб-дурс. Почему мы пойдём? Мы попробуем сейчас по крейсеру, скорее всего, пройти. На линкор это будет суицид, а вот крейсер головной я попробую сейчас атаковать. Вот этот англичанин, если не ошибаюсь, типа колонии. Видите, у нас, к сожалению, уже потери есть. Выходим парень на него сейчас. Так, пауза. Давайте сейчас так подведём целью. Что это у нас? Да, это англичанин. Попробуем по нему отработать. Они, конечно, показали то, что они довольно живущие крейсеры, но ничего, мы тут тоже не пальцем деланы. Так, две тысячи метров. В принципе, можно было не опознавать, это не обязательно. Мне сейчас просто интересно вот именно знать дистанцию до цели, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Ты, дурачок, поставил ускорение, да? И сейчас я... Ладно. Попробуем успеть скинуть бомбу. Прыгает, смотрите, наша восьмисоточка. И перелетает корабль. И из-за вот этого долбанного ускорения времени, который он случайно нажал, я не успел попасть в крейсер. Капец. Вот я сказочный этот. Вы поняли, да? Так, ладно, снижаемся, скорость максимума. Идём опять же на соединение противника. Ну, 250-ками, конечно, тут шансов. Да. Вот я, конечно, сейчас этот... Каким-то оленеводом себя чувствую. Просто вот хотел немножко ускорить ремеш, поближе подойти. И, блин, подкнул Х5, и в итоге вот ничего сделать не смог. Капец, обидно. Так, ну так же давайте по колонии. Попробую топ-мач там. Вот так больше баловство, конечно, сейчас у меня. Ну, интересно попробовать. Почему бы и нет. Обходим сейчас по кругу эскадры противника. Ну, интересно попробовать. Видите, он тем более ещё вышел вперёд у нас. Так, стоп. Да, а то он, а то он. Отлично. Так, за сколько нам сбрасывать? Это за километры примерно надо. Попробуем сейчас. Пошли, бомба. Попрыгай, смотрите, прыгают, 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 прыгают. Ну, давайте в борт-то ему, ну. Было какое-то повреждение по нему, судя по логу, и типа всё. И никуда бомбы, к сожалению, больше наши не взорвались. Да. Ну, ладно, такая себе атака получилась, чтобы мачт... Лучше бы сейчас были без горизонта, да? Какие-то небольшие повреждения, может быть, сделали, но это... Тоже не того не стоит. Так, что хуже, что хуже. Мы сейчас немножко потеряли противника. Ну, где-то вот здесь у нас сейчас надо идти на перехват его. Да, вот он уходит на юг от нас. Так, а наша Бетти? Я сегодня хочу ещё успеть провести атаку Бетти. 1-4 часа. В принципе, противники мы догоряем. Видите, у него только Джейки остались из такого, что более-менее может нам угрожать. Это хорошо. Да, всё, все идут. Все идут как надо. Так, взросли у нас немножко отошли. Я понял, вот они на прикрытии так действуют. Вот, 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 противник. Отлично, Бетти его нашли. Бетти его нашли. Что, надо его тогда обогнать, я думаю, немножко, и заходить с носа. То есть сейчас мы вот так это даже сделаем. И теперь вот так, чтобы нам потом на тактике было проще, меньше разворачивать. И переходим на тактику, собственно. Всё. Да, вот соединение противника. Вот, но мы и перерезаем его круз по носу. Отлично. Всё, давайте снова сыграем в группу названия и опознавания. И вот сейчас я всё-таки на Бетти надеюсь, уже всё-таки без авианосца, без всяких отстребителей. Сейчас будет чисто, да, старая добрая мужская рубка торпедами. Потыкать друг к другу длинным цилиндрическим предметом. Так, новый Ирлеан наш. Надеюсь, что скоро он очутится. Почутится на дне от Бетти давненько, да, у нас на полный радиус налетали. Даже интересно, как они сейчас себя проявят, потому что после всех этих патчей, ну, мне интересно посмотреть на них. Так, Ниджерси. А, точнее, Каролина, Каролина. Чего если Ниджерси-то хочу сказать? Даже не знаю, что у меня так на неё прёт. Так, Цель Бруклин. Ещё один Бруклин. Атланта. О, Атланта, Кливленд опять. Так, ну, в принципе, всё. Эсминцы меня не интересуют, их можно тут даже особо не опознавать. Они нафиг не нужны. Так, Бетти, Бетти, Бетти. У нас Каролина только раз борт свой подставляет. Вот тогда мы на неё и пойдём. Все пойдём сейчас с одного борта. Снижаемся. Снижаемся и снижаемся. Бетти много. Три звена, получается. Четыре даже у нас. Я думаю, что шансы есть у нас. Шансы есть, шансы неплохие. Так, стоп. Всё, вот эта у нас Бетти заходит сейчас на Каролину. Три звена Беттика сейчас на Каролину я пускаю. Так, вот эти Бетти тоже третья на Каролину давай. Немножко замыкающая. Вот это... Да слушай, давайте все по Каролине. Всё-таки самый важный корабль, я думал, в этом ордере. Окей, тогда мы потом уже добьёмся оставшейся, если что-то будет. Так, взрывки решили тут одинокого Джейка приспустить с небес на землю. Ну, ваше право. Это будет без сомнения быстро. Так, давайте я к головному звену Бетти поставлю скорость чуть-чуть повыше. Где-нибудь до двухсот. Беттика же красивая такая. Самолёт сигареобразный. Довольно близко. Смотрите, вот Бетти реально подходит близко, очень близко. У них сейчас шансов будет, прямо, я думаю, на уничтожение Каролины. Прям, вне всяких сомнений, много. Да, смотрите, сколько у них тропед сейчас в Каролину зайдёт. Вот это сейчас будет, да. Маленькая месть за наши повреждённые корабли. Так, ну смотрим. Давайте даже перейдём к подводной части. Вот у нас надводную часть, точнее носовую часть получила Каролина уже тропеду. Смотрим, ещё плывут рыбки. Хорошо плывут. Сейчас, да, она получает там по всей площади, смотрите. И раз, и два, и три. Не сработало. И четыре. Причём носовой часть очень сильно Каролине достаётся. Ну, кстати, даже не так много, как я ожидал. Четыре тропеда она, получается, получила, что ли. Хватит ли этого, не знаю. Но Бетти у нас не вернулась ни одна. Просто ни одна. Точнее подсказываю, что не хватит, хотя... Может быть сейчас погреба у него бахнут, это будет хорошо. Давайте подождём. Носом-то она седает сильно, но ход она не теряет. То, что она ход не теряет, это плохой признак. Значит, скорее всего, то, что она не утонет. И придётся мне ещё много-много кейт на неё тратить, я бы этого не хотел. Хотя, вот снова пожары разгоряются. Может быть, слушайте, и всё-таки взорвётся. Ну, уже по Клюзу фактически погрузилась она. Ой, смотрите-ка, а что это за... Не понял. А что за взрывы? Что за взрывы? Кто по ней бьёт? Я кто-то решил добить? Или это какие-то зенитные снаряды там красиво разрываются так? Так, Зрохи, вот вы зачем вот это вообще делаете, а? Давайте назад, что ли? Не, можно пройтись по линкору и за Рохами, но, сами понимаете, смысла в этом абсолютно никакого. Не, ну, здесь у нас кораблей нет никаких, да? Здесь стрелять-то и не по кому. Подождём на Х5 всё-таки вдруг. Ну, похоже, что четыре тропеды-то и не хватило, да? У нас получается, раз, два, три, четыре, пятая не сработало. Вообще логично, современный линкор, четыре тропеды, я думаю, что он в реальности пережил бы. Тем более, что, видите, они, получается, попали все в одну часть, можно сказать. То есть лучше бы равномерно распределить, он, может, перевернулся бы на борт, а так... Так, нет. Ладно, давайте покинем данный бой. Жертвы за Рох в данном случае были напрасно. Не за Рох, а Бетти, прошу прощения. Ну, тоже три самолета мы сбили, палубных немножко разменялись. Тяжелое повреждение, да, но, видите, затопление контролируемое, к сожалению. Так, риф подтвердить. Ага, смотрите, баг, поймали, баг мы. То есть это, получается, сейчас было всё ещё и зря, потому что с игрой, видите, на мне не выйти. Вот это печаль. А, нет, вышел. Проклацал, вышел. Ладно, отлично. Так, 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 так. Где наши, где наши, где наши самолеты-то? Группа линейных шла сюда. А где наши Кейты, кстати? Где наши Кейты? Что-то я не понял, где же Кейты с Рубаул-то? Они же влетали? Да, они влетали. Где они? Там Кейты, вы где? Так, не понял. Кот Кейты делись. Они шли-шли-шли, и куда-то они ушли. Хотя, по идее, должны быть где-то вот здесь уже. Они же шли за Бетти. Не понял, глюк какой-то сейчас, кстати. Ладно, давайте группа линейных, пробуем, тогда сейчас противника. В принципе, это шанс есть, у нас тоже на это на все. Да, слушайте, Кейты просто, получается, пропали, потому что они шли за вот этим всем делом и исчезли. Не понял, их никто не перехватывал. Ну, Кейт именно с Рубаулу, который... Так, ладно. У нас здесь делаем высказку транспортов, пришел на Рубаул, надо загрузить на него припасы. В частности, начинаем перевозку инженеров на 45 инженеров, не густо, но 32 часа до главного канала. Так, здесь у нас есть шанс, конечно, тогда это наша группа линейных, я на это надеюсь. Я на это надеюсь, что мы сможем. Можно, конечно, сейчас поднять с него еще Кейтов, потому что как-то у нас противники от нас отрываются, такое ощущение. Она, наверное, 25 узлов делает, хотя с поврежденным линкором не понимаю, как, но... Поднять Кейтов с Рьюи и добить, 8 Кейтов. Ну, добить линкор там и сможем, но с Кейтов там не останется ничего. Я бы все-таки их оставил для какого-то, может быть, надводного боя. Это не хочется мне терять. Ну, Зикаку поднимать тоже, как вы видите, особо нечего. Давайте-ка быстроходную ударную отвезем к Рубаулу и там что-нибудь на 70 очков ей подкупим. Линкорами, да, видите, тогда у нас, к сожалению, сейчас без вариантов. Без вариантов абсолютно. Все вообще странно, потому что эта группа должна тоже где-то на 25-е-то выдавать. Вот видите, не выдает, тем не менее. Так, отведу-ка я под лодки с гибридом. Пока ускорим время. Да, смотрите, все, вражеские войска побеждены в Годово-Канале. Отлично, отлично, все, за это мы получили еще очков. У нас теперь 205 ЦП. Супер. Ну, ЦП Combat Points, да, сократил. Так, ну, пускай, ладно, наша группа линейных пройдет вперед, но мало ли, все-таки сейчас заметим, найдем. Отходящие линкоры пройти. Ну, в принципе, видите, мы догоняем немножко, но догоняем ее. Но слишком медленно. Оба, они пошли на север. Есть шанс на надводный бой. Есть шанс на крутой надводный бой. Правда, значит, это крутой надводный бой с поправочкой. Где-то в этой точке мы сейчас должны встретиться, если я правильно прикинул. Может быть, я неправильно прикинул. Давайте сейчас чуть-чуть южнее пройдем. Ну, нет. Да ладно, неужели мы где-то пропустили? Ну, как так-то, а? Так, ладно, давайте к... Нет, к гибридам тогда отойдем сейчас. Хотя, стоп, здесь сейчас B-29 будут всякие летать. Нет, не хочу. Давайте на юг. Может быть, сейчас наша разведка обнаружит. Так, ну вот куда-то, 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 где-то куда-то они ходят. Не вижу, где и куда, но... Чуть-чуть, чуть-чуть, блин, срывалось, да? Обидно. Ладно, уходим-то на Годового канала. Будем прикрывать наш транспортал уже. Надеюсь, сейчас на подлодке. Так, Аккаунтер Годового канала. Здесь тоже явный стебитель. Опять же, явный Савианосцы. Господи, откуда он у вас? Так, Ки-43, давайте-ка мы сейчас вас поднимаем и в прикрытии войсковых транспортов. Только так. С Георгией аналогичнее Ки-43 в прикрытии войсковых транспортов. Потому что сейчас какие-нибудь там вайлдкеты подлетят и будет мне больно. Так, ну, быстроход ударной группы дивизии снабжения дошла. Давайте сейчас дивизию снабжения я промониторю, скажем так, чем ее загрузить. Загружу ее сейчас по полной тоже инженерами и топливом, там и припасами. Так, 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 так. Ну да, здесь надо уже и припасы везти. Все, загрузили. Она пускай тоже идет на Годового канал. Вот. Сейчас немножко промотаем давайте времени. Аккаунтер Годового канал. Здесь уже и пикировщики, смотрите, идут у нас. Да, слушайте, это будет больно. Сейчас надо дивизион войсковых отводить, потому что иначе его сейчас здесь перебьют. Да, собственно, его и перебьют. Давайте, ладно. Блин, ну сколько уж у американцев авианосцев? Слушайте, мне вот реально становится сложно играть сейчас, вы не поверите. Но я уже что-то сомневаюсь в успехе этой компании, потому что у них какое-то нереальное количество кораблей. Ну да, и кораблей, и авианосцев, самолетов, и чего угодно. Ну, это Вайлл Кэта с бомбами, это не так страшно, но и неприятно тоже одновременно. Тем более, что Вайлл Кэта, да, которые хотят драться, они сейчас еще и Маяки-43 могут перебить. Маяки-43 какие-то, это, пацифисты немножко сейчас, да, даже не стреляют. А, ну я понял, они перехватывают эту линейку, которая с чем? Ну, тоже Вайлл Кэта, да, с бомбами. Ну окей. Минус Ки-43 у нас одна. Минус Вайл Кэт. Минус второй. Ну вот, слушайте, смотрите, они по Саймамаре скидываются. Плохо, 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 плохо. Давайте на лево резко. Да, получил наш войсковой транспорт в корму. Кстати, вы писали в комментариях, да, что нужно прикрытие. Ну вот я взял прикрытие сейчас, но маловато, я согласен с вами. До этого они просто мои конвои ни разу не перехватывали, сейчас взялись почему-то. Ну, для Саймамара это ладно, это не критично. Сейчас попадание, повреждение. Починят, потушат. Так, а вот это уже хуже. Один двигатель его подвыбили, одно машинное. Блин, где же Красный Крест? Американцы, серьезно, что вы бомбите-то? Алло, так нельзя. Так, а вот эти сейчас гадапасами Марин скинулись наверняка. Да, на благо развороте, надеюсь, что принесет. Ну так, почти принесло. Плохо, что транспорта погруженных, конечно, надо было, наверное, высадить будет. На ближайших застрявах там все припасы выгрузить. Просто, чтобы уцелели. Чуть-чуть всякие затопления пошли уже обширенные, кстати. Плохо. Они потеряют скорость, вот что плохо. Другой сам, в принципе, нечто высказывает транспорта не особо пока что нужны. Ближайшие будут пару серий. Почему? Потому что мне некуда перевозить войска. То есть, да, мне нужно перевозить припасы больше, а не войска. Вот тут нюанс в этом. Ну, Ки-43 ведут воздушный бой здесь. Вот так, с переменным успехом у нас. Кого-то пытаются сбить. Ну, Ки-43 довольно слабенькое вооружение. То есть, два пулемета, это несерьезно, конечно. Там что-то постреливает, но ни о чем. Так, еще один сейчас заход будет в Алдкетов, тоже с бомбами, тоже на транспорт. Горят, горят они оба. Так, а сама Мара, давай-ка резко левого руля и скорость. Может быть, получится немножко это все-таки проскочить мимо бомб. Маневр, кстати, неплохая смесь от транспорта. Нет, не проскочили, к сожалению. Так, все, скидываем скорость, потому что надо чиниться. Здесь мне не нравится, да, что с пожарой и затоплением одновременно. Давайте-ка даже переключимся вот на починку больше пожара. Но так, в целом, данный бой, я думаю, можно покинуть, потому что тоже ничего интересного нет. Противник откидался и ушел. Три на пять самолетов. Да, да, вот так вот опасно. Опасно все это становится. Дело уже. Даже не знаю, что мне здесь поднять еще в прикрытие. Это особо уже и нечего. С Шортландов тоже нечего. Ну и так, да, вроде бас много, много каких-то самолетиков, а когда заходит речь о том, что поднять на прикрытие, а нечего. Нечего. Так, ладно, ускоряю пока время. Так, идем висковых, ну, каунтеры пять. Это что-то явно сейчас пикировщики, это жопа. Они их сейчас убьют. Они их сейчас убьют, убьют, убьют. Мы все умрем. Давайте на максимальную скорость. Разверну-ка я сюда, потому что мне кажется, противеньки тут отсюда сейчас будут подходить. Хочется сейчас нажать кнопку покинуть бой, но я понимаю, что будет не сильно честно по отношению к боту. Но СБДхи сейчас транспортайте утопят. Я их потеряю. Да, вот они, смотрите. Да, это СБД-3. Их будет много. И транспортам конец. И это будут, конечно, больные потери. Очень плохие для меня потери. Конечно, транспорта это не боевые корабли, да, у меня такие еще есть, но... Оп, сразу же вираж. Уклоняемся, 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 уклоняемся. Да, смотрите, ну сейчас полная группа, там около 20 пикировщиков. Я думаю, что они транспорта уничтожат. Вот так вот, да, вроде бы Йорктауны выбило, а толку с этого... Ой-ой-ой, смотрите, какой взрыв. Все, ему хана просто. Просто ему хана. Да, все, скорость на ноль и, не знаю, тонем. Критические затопления, критические повреждения. Да, все, он тонет. Вопрос сейчас, идет ли на одно-второй транспорт, потому что, как показала практика, да, здесь вполне достаточно пары пикировщиков, чтобы вот это утопить. А у них здесь волна еще далеко не закончена. Жесть. Это жесть, ребята, я не знаю, что делать дальше. Это, конечно, такие первые потери для меня, но уже очень неприятные, которые хотелось бы сбежать. Так, уклоняемся, уклоняемся куда-нибудь. Ну, я думаю, сейчас ему хана, потому что здесь еще, ну, примерно 5-6 пикировщиков. Хотя бы 3 из них попадут, это уже конец. Так, теперь в другую сторону руль перекладываем полностью. Эть. Да, сам Амарат прям как вошь на гребешке. Ну, сейчас отребители уже просто не справляются, да, подходят с новые-новые звенья, наши там где-то завязались в самом начале. Ну, мало, мало прикрытия, да. Слушайте, ну, бот, конечно, озверел, просто я не знаю, что мы там с ним сделали, но какие-то стероидов им явно подкинули. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, таких зигзаги немножко влево-вправо помогают все-таки от бомбы клоняться, но, к сожалению, нет всех, да. Ну, и хана, это самая Амара тоже хана. Потому что она же сейчас без хода И тут попадание за попаданием Я здесь еще, видите, трезвина идет Офигеть Ну да, все, она тонет Заваливается на борт У нас остался эсминец Который, к сожалению, не смог ни от чего Прикрыть дивизион высказных транспортов Поставлю ее просто в циркуляцию На правый борт Да, да, мы потеряли, получается Порядка 90 инженеров Припас это ладно, но от инженеров жалко Ценный ресурс Ну что ж Это будет нехорошим уроком То, что сейчас конвою нужно делать Лучше с хорошим прикрытием Причем желательно с какими-то гидросамолетами Либо авианосцами Только так Так, пикируем на Вакабу Вакаба резко вправо, давай-ка Отбивается неплохо, да? Зениток у нее много Но не попадает под нихрена Ооо, еще и Вакаба получила Вот это фейерверки Так, лево на бортруль Надо сейчас, чтобы тропеды не детонировали Ай Больно-больно Это я, кстати, что хорошо тоже, да? У нее ГК у нее весальный Так, еще звено Да господи, сколько уж у вас Ай, жесть Завязывайте Просто завязывайте, американцы Серьезно, сколько у вас самолетов там? Так, отлично Осталось последний пикировщик пережить, судя по всему, да? Так, руль влево Все, еще сбили его, плюхнулся Все, скорость на ноль Чинимся Ну вот как-то так Потеряли мы две Асамамару Два войска в транспорт, огруженных припасами Это станет для меня, конечно, безусловно, горьким и больным уроком Тяжелого Макаба на грани На грани, как вы видите Не знаю, выживет ли она Хотя бусы там пытаются что-то сейчас делать, конечно, с этой авиагруппой Ну, пускай Дадим какую-нибудь минутку времени Ну, не хватило и воздушного прикрытия сейчас И, конечно, сейчас надо вот уже, я подумал Двести очков у нас есть Вот В конвоте транспортов нужно добавлять легкие авианосицы Все, только так По-другому они, видите, уже просто не пройдут Потому что у бота вот одну авианосную группу мы Скажем так Повредили, то есть, да, уничтожили Нью-Йорктаун Повредили линкор Вот Нейтрализовали Там какую-то недельку Там хорошо Но есть еще Группа у них На севере Ее мне сейчас просто Нейтрализовывать физически нечем У меня и так вот Фактически Соединение линкоров Только осталось более-менее живое И все То есть, вот сейчас, если его выбьют То мне будет прикрывать нечем Ни берег, ни все остальное Ну, а базовая авиация, сами видели То есть, я Ну, я, скорее всего, плохо управляю, конечно Да, еще согласен То есть, вот, стоп-патчно плохая идея была Шесть бомбардировщиков загубил Лучше бы они с горизонта проатаковали Там хоть одна-две бомбы Но попали бы, шансы были бы атак Ну, благо, что хотя бы авианосицы выбил Да, юрктаун, это уже приятно Сконцентрировал на нем усили Но я не знаю, почему То есть, то ли здесь какая-то нарастающая сложность, то ли что Но почему тут первые недели Вот, может, даже кто не верит Посмотрите первые выпуски Ну, там, да, я сказала Можно перемотки в память освежить Они были гораздо легче То есть, там наши самолеты показывали чудеса Они там, вот, грубо говоря, там, да Ну, вы сами помните, как я делил То есть, два звена на один корабль Два звена на другой, там, да И выкашивал, там, вот, с десяти кораблей Пять, там, в одном налете То есть, сейчас даже один корабль убить Это уже неплохо Причем с какими потерями Ну, Акабо, судя по всему, останется на плаву Хотя, конечно, чудом-чудом Если сейчас что-нибудь не рванет там Но, в принципе, все пожары вот сейчас чинятся Я думаю, что нормально будет Но ей нужно, да, уходить на ремонт Тоже у нее всяких сомнений Сбивают кого-то на ЖК-43 Там еще напоследок Это, конечно, хорошо, но Ну, и сами тоже несут потери Так, есть, да Чинили они повреждения одно Еще пожары потушили шикарно И чинили затопление Ладно, здесь еще нет смысла тоже ждать чего-либо Акабо не утонет Хотя у нее критические повреждения Вот два транспорта По 16 тысяч тонн каждый мы потеряли Это ужасно Ну, все, дизионного транспортовка такового нет Возвращаем рыбаул и на ремонт Так, а вот дивизию снабжения Да, сюда нужно будет новый легкий авианосец Какое-то прикрытие У нас есть 250-2005 очков Которые мы получили, да За годовый канал, там больше сотни Это хорошо Надо как-то довести до годового канала инженеров А мы их, к сожалению, сейчас не везем Потому что они вот только что утонули Да, так бы мы привезли, нам бы хватило А так нам не хватит, к сожалению, ни на что Припасов здесь хватает Надо разгрузить тогда даже будет сейчас дивизию снабжения Погрузить-то лучше инженеров Вот, может быть, купить какой-то транспорт еще для инженеров Войсковой, посмотрю, какой лучше будет Вот, и легкий авианосец Прикрытие вот этого конвоя То есть как вот бот начинал с годового канала, да Когда у них были там большие конвои там С сохранением, то есть так сейчас надо делать мне Потому что вот это время Токийского экспресса оно прошло Мне нужно сейчас просто держать позиции Просто держать любой ценой А держать, видите, мне сейчас сложно Просто физически сложно Нечем и все такое Ну, сейчас подловки, первая дивизия у нас Снова вернется на позиции к гибридам Вот это, безусловно, тоже немножко облегчит Я думаю, что мое положение Так, кстати, самолет у них есть Да, у них есть самолет Давайте-ка запустим его тогда Здесь есть Гленн С двумя бомбами Да, пускай даже с бомбами и будет И где-нибудь так вот по небольшому радиусу Под лодок пускай он ходит Да, вот такие вот дела наши скорбные, надо признать Ну, а что делать? Ничего не делать Больше ничего здесь не остается Опять же, повторюсь, только держаться, держаться и держаться Ладно Об этом я подумаю В следующей серии Вот Повторюсь, это стало горьким для меня уроком сейчас Да, вот тоже, опять же, была бы на Георгии более лучшая база Было бы лучше Так, как есть Вот Ну, на сегодня все Всем спасибо за просмотр Думаю, это было интересно Дальше будет, очевидно, еще интересней Спасибо И до свидания